Хроники мёртвых городов 3 Вечная ночь за стеклом иллюминатора хвастала безукоризненной чернотой. Ни единая звёздочка, хвост кометы или рощерк метеорита не нарушали её покой. Вакуум и абсолютный ноль глубокого космоса заполняли всё вокруг. В центре Галактики висела огромная чёрная дыра. Струями звёздной пыли водопадами обтекали её по кругу, встречаясь и перечёркивая наглое, словно лезвием ножа. Подобно гигантскому водовороту, дыра притягивала к себе всё, что попадало в поле гравитации. На же нашей станции приходилось прилагать огромные силы, чтобы не сорваться с орбиты, став ещё одной песчинкой в потоке, следующем ненасытной утробе. Впрочем, по-своему, дыра была даже прекрасна. Кто и почему дал ей столь непризязательное название? В сияющей короне из межзвёздной пыли и с круглочёртной сердцевиной она походила скорее на Солнце, чёрное Солнце Вселенной. Справа, захваченная течением, медленно плыла, вращаясь вокруг своей оси, ржава голубая планета. Наша бригада недавно вернулась оттуда и теперь заряжалась энергией в ожидании следующей высадки. Планета была мертва. Цивилизация, нацелявшая её, давно сгинула, оставив после себя лишь руины городов и горы мусора. Собственно, нашей задачей являлась уборка этого мусора. В каком-то смысле, в этой работе мы и роднились с обмывальщицами, наводящими последний марафет на труп планеты перед тем, как она отправится в пучины небытия. Правда, романтики в этом занятии было немного. Наших хозяев интересовало лишь всё маломальски ценное, что можно с выгодой продать. Такие вещи должны быть отсортированы, скомпонованы по контейнерам и впоследствии загружены в трюмы звездолётов. А в чёрной дыре остаётся лишь голый камень и горы того, что признано непреспективным. В розовом отсеке царил привычный хаос. На полу валялся плюшевый заяц, разбитая кружка, дранные скафандры, куча пустых обёрток и обрывки постеров. Однако, несовораживающее зрелище за окном, нелокальная помойка внутри станции и даже трещина, пролёгшая с конца в конец иллюминатора, не трогали нас. Ведь мы не были живыми в привычном понимании этого слова. Криаклы или гибернетические механизмы темплера, как нас ещё называли в статьях, посвящённых робототехнике, получили широкое распространение благодаря неприкатливости к условиям труда, возможности экономить на идее, воде и зарплате. К каждому бригаде был присвоен индивидуальный номер М-11 Q-54 или, как мне, L-76. Правда, тайком от хозяев мы звали друг друга несколько иначе. Так, робот с длинными конечностями, что сидел сейчас рядом, закрыв сенсоры, имел прозвище «зляк нога». За то, что однажды за нерасторопность кто-то из хозяев ударил его так сильно, что внутри ноги замкнула цепь, и теперь он ходил постоянно, подволакивая её за собой. Исходя из срока службы, нас уже давно должны были списать в утиль. Однако компанию, с Сириуса, выкупившую роботу практически за бесценок одного ушлого интендента, меньше всего интересовали даты, пробитые в перфокарте техпаспорта. Ждать полного цикла зарядки было скучно. Желая прозветься, я пододвинул ближайший ящик и стал раскладывать содержимое. Из грунтых бумаг выскользнула книжка в твёрдом переплёте. Необычное название сразу же привлекло внимание. Хроники мёртвых городов 3. Начертанное крупными чёрными буквами на стене старинного здания, изображённого на обложке, оно навевало чувства таинственности и мистицизма. Рядом из тумана хищ натянули щупальца неведомого создания. На брюсчатке мостовой лежал противогаз с горящими бирюзоек-клазницами, они же шли фамилии авторов. Сергей Улагин, Тим Волков, Григорий Родственников, Виктория Родионова и многие другие. Наобум, раскрыв книгу, примерно на середине, я прочитал «Летняя история». Видимо, это было название чьего-то рассказа. Он начинался так. Раскалённое солнце близило размерный шаг к ночлегу. Воздух был сух и неподвижен. От раскидистых лип по песку дорожек тянулись длинные тени, а в сплетении ветвей мелькало синее небо. Я летел во весь опор к графской усадьбе, нетерпеливо пришпаривая коня. Карман оттягивало письмо следующего содержания. Мой дорогой, милый Гиппократ, Если ты ещё жив, здравствуешь и не забыл друга детства, то ни секунды, ни медля, облачайся в свои белые одежды, седлай коня и не позднее, чем третьего дня будь у меня. Нетерпение, с которым я ожидаю твоего приезда, не ведает пределов, ибо я болен и склонен предполагать, что болезнь незначительна. Жар сковывает мои члены днём, лихорадка вытрясывает душу по ночам. Я измучился и изнемог. Уже не единожды из уезда призывался Платун Павлович, однако всё, чего смог добиться сей доблестный муж, это многозначительное кряхтение, перемежающееся к отчаяниям головы. Ныне всю надежду оставляет лишь то, что твой холодный проницательный ум приподнимет завесу интриги. Не напрасно же говорят, будто сам Господь вложил знания в руки лекарей. Твой А.П. Ага, подумал я. Автор подражает слову писателей XIX века. Хотя, надо заметить, это получается у него вполне сносно. Во время раскопок нам уже попадалась проза Золотого века, я их частенько перечитывал, поэтому сразу же угадал стиль. Интересно, что же будет дальше? Позади осталась деревня. Поднимаясь на холм, я видел верхушки крыш изб, утопающие в листве яблонь и вишень. Поодаль резала глаз светлое пятнышко, водная гладь небольшого озера. После полуденный зной прошёлся по деревне пудовыми кулаками, прямяв жизнь. Молчали куры, не мычала скотина, не гавкали собаки. Лишь комары ленивым звенящим облаком порой висели в воздухе. Мой балун, серый в белых яблоках рысак, знаменитой орловской породы, подаренный перед отъездом на учёбу графом, схарапывал и прял мордой всякий раз, когда приходилось влетать в такое облако. Однако я не давал замедлиться, правя твёрдой рукой его шаг. Промелькнули и остались позади распахнутые ворота графской усадьбы, а мы помчали подальше к дому. Два долгих года минуло с тех пор, как я видел эти места, а потому непроизвольно вертел головой, отыскивая различия. Впрочем, они были заметны и безоружным взглядом. Места изменились, и изменения эти вышли не в лучшую сторону. Песчаные дорожки устилали сухие ветки, клоки соломы и прочий мусор. Кусты заросли, клумбы засохли, фонтан заглох. На ступенях деревянной беседки вялился кем-то позабытый, сморщенный сапог. Вскоре впереди выросло знакомое с детства здание с фронтоном, поддерживаемым массивными колоннами, промежуток которых поднимались ступени с каменными львами. Здесь случилось немыслимое. Когда я уже собрался становиться, балун встал как вкопанный, и я, потеряв стремя, едва не незринулся озим. «Кудой знак, барин?» покачал головой какой-то мужик, стоявший возле ступеней. Помятуя о том, что будущему врачу не пристало веровать во всяческие предзнаменования и вообще следует иметь вид степенный и важный, я молча отдал повода, отсягнул от седла саквояж с медицинским инструментарием и, оббивая холыстом пыль ботфордов, побежал в дом. Меня никто не встретил. В воздухе стоял тяжелый запах, который невозможно ни с чем спутать. Так пахнет в доме тяжелобольных. Я обошел все десять комнат, повсюду царила пустыня. Коридор первого этажа окончился двойными дверями, за которыми, насколько я помнил, располагалась столовая. Они были заперты. Я подергал окованные бронзой ручки и собрался возвращаться к переднюю. Как вдруг услышал из-за двери справа быстро оборвавшийся то ли хрип, то ли стон. Там кто-то есть? Я взялся за ручку, но меня прервал голос за спиной. Кто вы и что вы здесь делаете? Я обернулся. Позади меня стоял рыжий человек в одежде слуги. Его желтое с усиками высохшее лицо с плотно сжатыми губами буквально изливало злобу. Человек тяжело дышал, а его маленькие глазки из-под лобья сверлили окружающее пространство. Я ищу графа. Я его друг, доктор. Смиренно представился я, обдумывая, как слуга сумел так быстро и незаметно подкрасться. Видимо, жара скверно подействовала на мозги моего визави, ибо он долго обдумывал ответ, словно совещаясь с кем-то, а после принял решение. Я провожу вас. Повернулся и молча пошел, выказывая этим незримый приказ шествовать следом. Я повиновался. Странное дело, я чувствовал подспудный страх перед слугой. Возможно, так подействовала непочтительность, с которой он говорил и вел себя. Поднявшись на второй этаж, мы вошли в зал, занимающий весь правый флигель. В помещении царил полумрак. Хотя полной темноты не было, солнце едва проникало сквозь зашторенные окна, рождая даже не свет, но слабую его копию, что и отнес на счет удушающего зноя. В центре зала за столом стоял граф и, склонившись над бумагами, о чем-то тихо втолковывал человеку в черном костюме с бабочкой, в котором я безошибочно узнал управляющего, Франца Иогановича. «Илья, ты ли это?» скричал граф, завидя нас и пошел, раскрыв объятие навстречу. «Кузьма, ты свободен», сказал он после того, как мы троекратно облабызались. «Свободен», я сказал. Вынужден был повторить он приказ, когда увидел, что провожающий остался на месте. На этот раз слуга нехотя поклонился и неспешно вышел. «Это Кузьма, не обращай внимания. Он у нас слегка туговат в плане слуха». Поговаривает, будто такое приключается с людьми, которым в люльки на ухо наступил медведь. Попытался перевести ситуацию в комическую граф. Однако я видел, что вовсе не физический недостаток являлся причиной вызывающего поведение Кузьмы. Нет, это было не желание признавать над собой власть другого человека, причем привычка старинная, укоренелая. «Ах, ты нисколько не изменился. Все такой же франк и повеса», изрек граф, оглядывая меня с примечанием. «Сколько времени минуло с тех пор, как мы не виделись? Полгода? Год? Два?» улыбнулся я и высказал удивление. «Но ты вроде писал, будто болен, однако картина, которую я наблюдаю ныне, твердит скорее об обратном. Многое изменилось с тех пор», уклончиво отвел глаза граф. «Впрочем, о делах чуть позже. Ты, верно, голоден с дороги? Прошу откушать, а я присоединюсь, как только закончу тут с Францем Иогановичем». Граф позвонил в колокольчик и на зов явились двое слуг. «Проведите гостя в столовую и хорошенько покормите», распорядился он. Мы спустились. Противу верхнему этажу в столовой правило бал солнца. Правда, особой духоты не наблюдалось. При открытых окна со стороны озера залетело освежающий ветерок, занося аромат свежескошенных трав. Но даже ему было не перебить стоящий во всем доме неприятный запах. Запах болезни. Я ел в присутствии слух, подобно каменным львам, застывшим по обе стороны стола в ожидании, когда барину что-либо понадобится. Желая развеять скуку, я решил затеять с одним из них, Иваном, беседу. Весьма странная получается история, посетовал я. Мне сообщают, будто граф настолько болен, что даже не может шевельнуться. Я, бросая все дела, мчусь сюда, едва не загнав по дороге лучшего скакуна. И что нахожу? Граф находится в ямном здравии? Как сие понимать? Ваня засыпел, закряхтел, и, переглянувшись с товарищем, наконец, решил соответить. Это верно. Его сиятельство было очень худо, так скверно, что уже никто и не надеялся на выздоровление. Ну, о дальнейшем сие сиятельство расскажут лично. Иван застыл, больше не реагируя ни на какие вопросы, как и не старался снова завести беседу. Время тянулось, однако граф не появлялся. В глубине дома пробили часы четыре раза. Пятый. Начало смеркаться, наконец, двери открылись, и в комнату быстро вошел мой пациент. Прости, Гиппократ. Дела, проклятые дела, завладели моим вниманием, посетовал он. Так много упущено за время болезни, что и не знаю, за что хвататься. Кстати, насчет этого, как вышло, что ты так быстро пошел на поправку? Сам не ведаю. Шутливо развел руками граф. Не иначе, как божьей милостью. Уж так худо мне было, что и в гроб ложись. И вдруг, в один миг полегчало, словно ничего и не было. Стало быть, в моих услугах здесь больше не нуждаются. И теперь я должен покинуть этот дом? Отнюдь, нахмырился граф. Это верно, болезнь покинула меня. Ну, далеко не ушла, словно на смешку поразив иную цель. Ты никогда не видал моей супруги? Нет, я уехал чуть раньше и помню тебя молодым и неокольцованным самохвалом. А я тебя быстрыгой и фанфароном. Мы рассмеялись. Да, Илья, сколько воды утекло с тех пор, и многое стало не таким, как раньше, покачал головой граф. Ну, пойдем. С этой многозначительной фразой он показал отведенную мне спальню на верхнем этаже, где я оставил немногочисленный скарб. Комната графини располагалась на первом этаже за той самой дверью, войти в которую мне помешало до вечи появления Кузьмы. Там царил такой же серый полумрак, как и в комнатах наверху. Серый свет окрашивал постель вместе с лежащей на ней женщиной в цвета пыли и забвения. Капитолина Изольдовна, душенька, нежно позвал граф. Это врач, сейчас он осмотрит тебя. Под одеялом лежала женщина в белом чипце, из-под которого виднелся кончик изнеможенного носа. Когда головной убор приподняли, под ним обнаружились бледные щеки, характерные для малокровных анемических особ. Только необыкновенно большие на фоне всеобщей худобы глаза горели внутренним огнем. При звуках голоса графа больная слегка приподняла голову и, сдав громкий стон, снова уронила на подушку. Начались обычные врачебные дела. Я задавал вопросы, обращаясь, впрочем, больше к графу. Хмуря брови, слушал пульс, легкие. Когда одеяло откинули, я увидел на простыне следы запекшейся крови. А это что? По совету Платона Павловича пускали кровь, пояснил граф. Я заметил ему, что хотя процедура кровопускания весьма известна, но в случаях малокровия подобные методы лечения могут дать обратный эффект. Граф выслушал эти замечания спокойно. Заверил, что подобное происходило всего раз и поскольку результатов не было, больше они не решились прибегать к этому средству. После короткого осмотра мы вышли в коридор для совещания. Мужайся, констатировал я, ибо прогноз неутешителен. Графиня серьезно больна, у нее тяжелая форма анемии, и если не перевести ее в другие более благоприятные края, она может погибнуть. Граф принял фердикт с достоинством, приличествующим положению в обществе. И лишь глубоко запавший на лбу складка говорила о лихорадочной мысли и посещающих его тяжелых думах. Что ж, если мой милый Гиппократ что-то советует, полагаясь на опыт в лечении больных, имею ли я право ослушаться этого приказа? Грустно улыбнулся он. Однако проклятые дела не позволяют так скоро сорваться в путь, как бы не желало того сердца. Об одном я хотел бы просить, пока мы с графиней останемся здесь, не мог бы и ты сдержаться на случай ухудшения ее состояния. Делать нечего, я поклялся другу. На другой день с утра пердеснул я страницу, но не успел углубиться в текст, ибо перебор к ведущим в залу поднялась. На пороге стоял жабанянин из созвездия змеи, два метра попырчатой слизкой плоти, затянутые джинсы и кожаную жилетку. Лысую голову с трудом прикрывала кепка, безгубом в рту дымился огонек синскопы. Это что такое, я не понял? Это что такое, я вас спрашиваю? Не вынимая визиловые палочки изо рта, заорал он, указывая перепончатой лапой на иллюминатор. Вы когда должны были план по планете сдать? А она как висела, так и висит. Расселись тут. Кто ее будет обрабатывать? Я что ли? Ну-ка взяли штепсели в руки или что там у вас и пошли. И для убедительности продемонстрировал стек со зловещей потрескующим на конце электрошокером. С прорабом попробуй поспорт. Прораб ночью спит, а один глаз у него все равно открыт. Он словом антинуанские тальсы гнет. Незаметно спрятан в книгу бардачок за спиной, не отключился от сети и потащился вслед за остальными на погрузку. На планете мы пробыли относительно долго. Забив трюмы спускаемой грозы Кейтеля под завязку вернулись в грузовой зал. Воспользовавшись общей суматохой, я нашел укромное местечко, где, примостившись, снова раскрыл книгу. На другой день с утра мы долго гуляли с графом, вспоминая события давно минувших дней. Позабыв вчерашнем зное, день стоял хмурый, солнце ладило бег за облаками, не показываясь даже на краткий миг. Граф вспомнил своих родителей, рано покинувших его на попечение богатой бабушки, и рассказывал про переезд в столицу, куда мой отец, бывший эконом отца графа, выкупивший себя и семью благодаря купеческой жилке, переехал специально, чтобы дать детям, то есть мне, сестрой, учебу. Ну и само собой, Петербург дарил больше возможностей и разворота дел. Потом разговор незаметно скатился в детство, оживив в памяти ловлю пескарей корзиной, бег в запуске среди полей по проселочной дороге. «А я ведь больше так и не был счастлив с той поры, мой Гиппократ», грустно улыбнулся граф, «скоре после вашего отъезда бабушка насильно обручила меня с этой изольдовной, а когда пришел черед хозяйки дома покинуть сей бренный мир, мои плечи окончательно склонились под грузом деловых хлопот». Тут беседу прервал Иван, подошедший с сообщением, что его сиятельство ожидает в имении гость. Сделав виноватый вид, граф пошел к дому, а я чуть задержался, увидев какую-то книгу, лежавшую в траве возле корней акации. Это была Библия, вернее, пустая обложка, из которой кто-то с нещадностью вырвал все до единой страницы. С коричневого переплета блестел позолотый крест с косой верхней планкой. Удивившись находке, я сунул ее за пазуху с намерением при случае показать графу, после чего пошел к дому. Еще издалека я увидел, что возле ступени разыгрывается прелюбопытнейшая сцена. В пыли у ног графа распростерся какой-то человек в мужицком платье. Когда подошел ближе, увидел, как вскинув голову, он жалобно молит. Пожалей, батюшка, не губи, одна ведь она у меня, пропадем со старухой, как и есть пропадем. Костюм его калоши покрывала дорожная пыль, в бороде и усах застряли завитки стружки, глаза слезились. Человек пытался охотить графа за рукава сюртука, но тот брезгливо его отдергивал. Все уже решено, жестко ответил он. Пойди прочь, скотина. Повинуя жесту, слуги подняли мужика и, хватив за локти, поволокли к воротам. Кто это? удивился я. Столер с деревни, Клим, досадив искривился граф. Хороший малый, но глупый как гусь. Видишь ли, ввиду немощи супруги я ищу сиделку, а поскольку у него есть дочка подходящего возраста и склада характера, я решил позвать ее в услужение. А старый дурень, видишь, боится, как бы она не подцепила от барыни какого поветрия. Странные люди. Эх, вернуть бы времена покойного батюшки. Я бы показал этому мужику, как дерзить. Мигом свел голубчика на конюшню, штаны спустил и... Эх, размахнись, рука, разудись, плечо, гуляй, пятихвосточка. Глаза графа горели, рука сжимала несуществующую плеть. Я молча подивился столь неожиданному порыву жестокости, но ничего не сказал. Вообще, надо бы сказать, мой друг сильно переменился. Раньше я знал графа как человека мягкого, уступчивого. И, надо бы сказать, мне эти качества нравились. Однако, сейчас они перешли в надменность и властность. Также, с детства я помнил, что граф любит прихвастнуть, но сейчас его невыносимо было слушать. Он хвастался всем, сколько душ проживают у него в деревне, сколько кто держит скотины, делая упор на живых существах и перечисляя их, словно бы это были бесчувственные предметы. И даже Гиппократ, имя, которое он дал мне когда-то в шутку за страсть к изучению болезни, теперь звучало едва ли не как насмешка. Сиделка прибыла к вечеру. В отличие от других слух, ее поселили не в людской, а в спальне графини. Там мы впервые встретились и познакомились. Девушку звали Маша. Всю жизнь ее отец занимался работами по дереву, а мать врачевала скотину. В отличие от родителей, Маша не боялась предрассудков по поводу болезней и была только рада услужить барыне. Это полноватая, развощекая, жизнерадостная деревенская девка. И хотя ее манеры оставляли желать лучшего, мне было приятно, что рядом окажется еще одна живая душа, к тому же такая бойкая. Даже не сомневайтесь, барин, говорила надовременно отрезкая в кулаке скорлупу орехов, до которых оказалась великой охотницей. Пойдет барыня на поправку, только дайте ей время, вон у нас на деревне. И она рассказала комическую историю, приключившуюся с одной из деревенских старух, окончившуюся ясно счастливым финалом. Ночью я спал скверно, мучаясь кошмарами. Верно сказывалась перемена места. Мне казалось, будто кто-то ходит по коридору, слышался шепот, звуки, похожие на шерсть листьев, стоны, или то я сам стонал во сне. В какой-то момент почудилось даже прикосновение к лицу, хотя, открыв глаза, я, естественно, никого не увидел. К рассвету все стихло. Завтракали поздно, графа не было. Его сиятельства отпали в город по делам, будут нескоро, передали слуги. За неимением дел мы с Машей отправились в прогулку по окрестностям имения. Дальше страницы не было. Вместо нее объединились лишь клочки бумаги в месте обрыва. Видимо, кому-то не терпелось удовлетворить свои естественные потребности. Я вчитался в текст на следующей стороне, пытаясь уловить сюжет. На следующих страницах более подробно раскрывались характеристики героев, их взаимоотношения однако сюжет топтался на месте. За неимение времени я быстренько пролистал их, отмечая главное. Суть по всему, в жизни главного героя наступил непростой период, на протяжении которого он все больше разочаровывался в графе, а главное его постоянно мучили сомнения в реальности происходящего. Иногда даже прожжала мысль не сошел ли он с ума. Вот например один из таких эпизодов. После обеда полулежа на скамьях на манер римских патрициев мы с графом держали беседу, перерываясь лишь на то, чтобы оторвать веточку винограда от грозди, лежащей рядом. блюдце на столике. Я постоянно думаю о нашем детстве, признался граф. А знаешь, мы могли бы и вновь бегать по этим дорогам и даже сообща управлять деревней. Ты взял бы себе улицы по правую руку от дороги, а я по левую. Мы были бы для них богами, живущими вечно. Я мог бы предположить, что граф пьян, если бы не видел, что он и сейчас, как и за завтраком даже не притронулся к еде. Желая отдохнуть после спертой атмосферы дома, я вышел на улицу и сел на скамейку перед домом. Светила полная луна, роняя густые тени от кустов на песок и траву. Внезапно откуда-то со стороны окон спальни графини вылетела летучая мышь и стала с необыкновенной назойливостью кружиться вокруг меня. А я страсть, как не люблю этих тварей. желает пугнуть докучливую нахалку и почувствовал, как в один из моментов палка ударилась об что-то мягкое. И тот час летучая мышь рывками, словно пьяная, потянулась к кустам и упала. А секунду спустя оттуда вышел Кузьма, слуга графа. Он сильно хромал, а взгляд выражал крайнюю злобу. Наиболее напряженным показался момент, когда я описывает посетивший его ночью видение. Граф тянет губы в самом настоящем поцелуе. Я увертываюсь и пытаюсь нащупать свечу, скидываю все, что лежит на тумбочке с громким хлопком, что-то приземляется на пол и видение меркнет. Прихожу в себя, окно распахнуто, в лунном свете колышутся шторы, а вот и вещь, спугнувшая видение, сердце забилось сильнее, ведь ей казалась обложка ободранная от него и сейчас исходит слегка заметное в лунном свете золотистое сияние. Что это было? Сон? Видение? Ну, тогда как быть с тем фактом, что ставни окна раскрыты? Хотя я совершенно четко помню, как запирал их. Утром граф был необыкновенно хмур и сердит. Глаза его буквально сверлили меня. Не подавая виду, я выразил желание покинуть дом. Как угодно, удерживать не станем, холодно боркнул тот. Перекусив, я пошел собирать вещи. Новое донесение. Балун, мой конь, умер. Как так? От чего? Метался я по конюшне, расспрашивая слуг, но те только прятали глаза. Кузьма, рыжий черт, заглянул в распахнутые двери конюшни и, состроив ухмылку, зашел за угол. Я выскочил наружу с твердым намерением, если не докопаться до истины, то хотя бы при помощи силы стереть эту циничную улыбку с его губ. Однако дьявола и след простыл. Только петляла, пробираясь между кустами жимолости, крупная черная кошка. Пришлось ни с чем возвращаться в комнату и обдумывать план побега тщательнее. Просить графа я уже ни о чем не пытался, ибо это, похоже, бессмысленно. «Семьдесят шестой! Эй, семьдесят шестой!» Металлический пас, доносящийся из бакалоризатора, прервал изыскание. «Чего тебе?» Я недовольно оторвался от книги, обнаружив, что сижу в кладовке, куда зашел якобы в поисках пустого энергоящика. «Ты куда пропал?» Сияние световых панелей заслоняло похожее на клепанную лейку голова 54-го. «Тебя раб как с цепи сорвался!» «Сейчас приду!» Неохотно отозвался я. «А чего это там у тебя?» Заинтересовался напарник, заметив лежащую в моих манипуляторах книгу. «Ничего!» Я быстро заклопнул сборник, убрал бардачок, после чего вышел обратно в грузовой отсек. 54-й парень, конечно, неплохой, но больно уж болтливый. А если известие моей находки разойдется про станции, никто не знал, откуда у кибернетических организмов взялась страсть к коллекционированию и изучению предметов искусства. Например, МП-51 собирал и хранил в стазе кубе Сарманджи живые шляпы жителей планеты Риги, а свяк-нага коллекционировал одинаковые ручные горшки Сандераана, обязательная повернутая ручкой внутрь. Само собой, делать что-либо подобное с рукой запрещалось, ибо это квалифицировалось как сбой программного обеспечения и нарушителя ждала полная зачистка памяти. Раньше я думал, что не подвержен общему безумию. До сегодняшнего дня, когда познакомился с хрониками мертвых городов. В зале царил рабочий переполох. Работники бегали, сортируя вещи контейнером. Посередине ангара высился стол, в этой которого сидел, делая заметки прораб. Креслом ему служила пара коробок из-под бананов, поставленных друг на друга. Вазы династии Мин? И стал в голокоталах, делает метки. Так, а династии Цзиньге? А, вот же они. Незаметно, строившись в общий процесс, я подвернулся за ящиком, лежавшим на верхней полке. И тут книга выскользнула из-под очка и с громким хлопком упала на пол. Кляня собственную забывчивость, помешавшую почти давно глинувшую крышку, я быстро нагнулся и сунул книжку обратно. Но поздно. Эй! Грозный клик заставил замереть на месте. Может, прораб обращается не ко мне. Однако, дальнейшие события развеяли эти надежды. Эй, ты! Ты, 76-й! Это чё там у тебя? Ничего, сэр! Потупил я голову. Прораб поднялся, с импровизированного сидения и подошёл ко мне. Он шёл вроде неспешно, но все почему-то разбегались, спеша освободить дорогу. Атмосфера в зале накалилась, в воздухе витала предзнаменование крупной избучки. Прораб подошёл, встал в друдную так, чтоб я видел только покачивающийся мыский ботинок. Глаза мне смотри! Негромко, но зловеще приказал он. Глаза посмотрел убогий, я сказал, это чё там у тебя? Кивнул он в сторону мордачка и поманил перепончатой лапой. А ну давай её сюда. Живо дал, я сказал. Я обречённо вынул книгу и положил ему на ладонь. Вот так. Удовлетворённо растянул заплывший жиром рот прораб. Одно радует. Врать вы так и не научились, чёрт-то вы же везяки. И что это тут у нас? Книга? Удивился он, разглядывая предмет. Ты чё, 76-й, не знаешь, что это запрещено? Да и зачем она тебе? Ты типа чего-то в ней разобрать можешь? Гром засмеялся, он противным голосом похожим на гусильный клёкот. Я, я там нашёл в кладовке, пролепетал я, ещё не успел каталогизировать. Вот то-то же, что не успел, проглазил прораб. Смотри у меня друшлаг с ручками. Сунув книгу в задний карман необъятных джинсов, он повернулся к ближайшему работнику и заорал. Ты куда Рембрандта на одну полку с Бэнкси ставишь? Ты, меандровый пентадраб. Здоровенный четверорукий гигант уронил коробку и сжался на полу. Замигал лампочками в предвкушении удара шокером. Работа закипела. Коридор второго уровня освещали лампы холодного света. Я выглянул из-за угла и тут час нырнул обратно. Прораб ушёл. Наступила пора действовать. Чуть ранее через окно я увидел как он поднимался к себе в контору и оставил отобранные хроники в ящике стола. Появление любого крякла на этом уровне было неслыханной дерзостью само по себе а уж кража чего-либо из кабинета начальства. Если меня поймают то это будет не просто зачистка памяти а отправка на переплавку в утилизационную печь. Однако я чувствовал что просто обязан дочитать рассказ до конца. подражая героям той самой авантюрной прозой я на цыпочках подкрался к стеклянной двери и пустив в ход цифровой считыватель скрыл замок. Стены конторки покрывали железные ящики заваренные верфокартами. В углу стоял шкаф с одеждой. Дальнюю половину помещения занимал стол с галокраном и кресло. Подойдя ближе я дернул ящик не заперт внутри лежала фотография в резной рамке взгляд своей поверхности грустно смотрела ярко одетая пухлая жабаанка с маленьким жабаанцем на руках забавно прораб никогда не говорил что у него есть семья а вот и книга я схватил ее раскрыл страницу по памяти и прочел был принужден констатировать что верно это смерть смерть когда чья черт ничего не понятно может даже ситуация прояснится к удивлению моему граф воспринял новость с чрезвычайным присутствием духа которое можно списать на длительность болезни супруги и возможность заранее подготовиться к неизбежному исходу для покойницы из деревни был выписан красивый гроб обитый изнутри розовым бархатом отороченным по краю нитью жемчужного бисера единственной странностью явилось то что граф запретил служить за упокойную сваясь на то что проделает это лично вот эта любовь за неимением склепа гроб пришлось спускать в подвал ночью творилась какая-то охраналия снизу под полом раздавались громкие голоса собравшиеся смеяли свежали порой среди других я слышал голос принадлежащий рыжему кузьме он говорил громко но неразборчиво из сей речи разобрал всего две фразы однажды он сказал ты обязан а в другой раз я тебе приказываю учитывая то что ему отвечала граф все это выглядело более чем необычно к рассвету все звуки опять стихли и я забылся кротким зевким сном а утром новая казия пропала Маша розово щекая сиделка дочь деревенского столяра граф объяснил ее исчезновение расчетом по случаю смерти пациентки однако поспешность которой та покинула дом заставляла сомневаться в сказанном внешний облик графа после бессонной ночи оставлял желать лучшего лицо отекло под глазами залегли тени он как обычно ничего не ел и в скорости ушел к себе в комнату поддерживаемый одним из слуг предоставленный сам себе решил наведаться в место покоения графини не зная что именно облегло туда желание убедиться что шум ночью не причудился или простое любопытство под бал вели два входа один со стороны двора с дверями с резными решетками он был заперт и на замке висела графская печать а другой начинался под лестницей ведущей на второй этаж видимо граф настолько выбился из сил что забыл о нем воспользовавшись чужой оплошностью я стал спускаться по каменным ступеням во мглу впрочем на этот случай я заранее запасся свечой и спичками воображение рисовала сырость гниение и вековые тенета паутины свисающие со сводчатого потолка тенета действительно присутствовали однако в остальном предчувствие обмануло стены были сухими ровные ступени тщательно подметены ход окончился от штукатуренной комнатой высотой два человеческих роста когда-то здесь хранили бочки и конюшные принадлежности в углу сейчас сохранились ржавые железные обручи щепки и полуистлевший остов кареты без дверей и колес в середине на кирпичном постаменте выселся гроб графини пол вокруг был закапан свечным воском и услан клочками сгоревшей бумаги означавшей множество людей проводивших в этом месте какой-то обряд я поднял один из клочков и опознал в нем Библию так вот стало быть куда подевались страницы из обложки которую я подобрал саду но что сие значило с недаемой изгучим любопытством я приблизился к гробу и заглянул внутрь на бархатной обивке лежала женщина только это была не графиня а Маша оранжевые блики порождаемые свечой превращали лицо лежащей в восковую маску руки как плетни бессильно лежали поверх простого платья когда я поднял одну она с тихим стуком упала обратно без сомнения Маша была мертва и даже еще не успела закоченеть на шею сопровождаемой сопровождаемой тихим женским смехом это превысило степень моего хладнокровия закричав во весь голос я промечью бросился наверх скорее туда где светит солнце и поют птицы прочь от могильного холода и египетской тьмы подвальной темницы с ее холодным прикосновениями и потусторонними звуками одним махом я достиг двери свою спальню и закрыв ее прижался к деревянной поверхности спиною меня била крупная дрожь сердце колотилось как сумасшедшее полно покинуть этот проклятый дом любой ценой трясущимися руками я погрузил все что сумел в саквояж и приоткрыв дверь заглянул в коридор пусто поудобнее зажав сумку подмышкой на цыпочках чтобы ни один из звук не выдал моего присутствия я прокрался на первый этаж тишина и покой ничего и никого а вот и входная дверь я взялся за ручку и тут глухой стук за спиной что-то или кто-то с шумом упало с верхнего этажа приземлившись там где я был секунду назад поздно распахнул дверь я вылетел наружу и побежал со всех ног к воротам графской усадьбы оглянуться и посмотреть назад было выше моих сил сейчас приду погоди к себе только на секунду заскочу за стеклянной дверью маячила тень прораб вернулся за чтением я совсем забыл о времени и теперь оказался в ловушке быстро закинув книгу назад в ящик я затопил его и еркнул под стол раздался звук открываемой двери шаги придавленные грузом массивного тела заскрипело кресло прямо перед глазами возникли ноги в знакомых ботинках прораб недовольно засопел и видимо протягивая руку кнопки включения голокрана прозвучала знакомая мелодия подключения к каналу связи центральная клиническая оборудование созвездия изменит услышал я приятный женский голос это я коротко представился прораб что за феррии заширение болезнь вашей дочери прорезирует больше медить нельзя требуется срочная операция вы уже собрали необходимую сумму я у меня были некоторые временные затруднения голос прораба нельзя было узнать настолько жалобным и неуверенным сделался он пока удалось добыть только половину суммы но я вас заверяю прямо сейчас мы получили крупный заказ который позволит закрыть все расходы я найду деньги только пожалуйста не отключайте ее от жизнеобеспечения хорошо мистер депортер ответил оператор после секунды и паузы во время которое видимо совещалось с начальством ваша кредитная история вполне удовлетворительна поэтому мы готовы поверьте вам и пойти навстречу отложим решение этого вопроса до стены но если денег не будет и тогда вы же понимаете конечно спасибо севшим голосом пропотал прораб отключая связь черт бы вас побрал прошептал он странный звук донесся до моих ушных сенсоров прораб плакал в этот миг раздался настойчивый стук в дверь кого там черт несет шмыгнул носом уже обычным голосом рев ну он стук не прекращался да иду я уже иду ноги перед моими глазами убрались послышалось эхо удаляющихся шагов внезапно возле двери прораб притормозил а затем вернулся обратно и открыв ящик стола вынул книгу сунул снова в задний карман джинсов после чего покинул кабинет я выполз из-под стола испытывая смешанные чувства главным из которых было пожалуй все же облегчение а хроники что ж придется что-нибудь придумать поиски книги привели меня в отсек утилизации расположенный на нулевом уровне станции это была цепь исключительно жарких помещений с постоянно работающими плавильными печами не превращалось в пепел то чем не нашлось места в контейнерах из открытой двери я видел цель поисков прораб жевал перитого яблока в центре зала подгоняя пинками то одного то другого замешкавшихся роботов погрузчиков когда он поворачивался становилось заметно как из отопыренного кармана джинсов торчит книжный переплет поставив ящик взятый с собой в качестве предлога я нырнул и стал следить не оставит ли он предмет вожделения где-нибудь хотя бы на секунду но как назло жабуанин словно забыл о существовании сборника наконец настал короткий перерыв во время которого рабочие отправились на перезарядку оставшись практически в одиночестве прораб быстро заскучал и вытащив находку громко прочитал вслух хроники мертвых городов повернул обложку со всех сторон фыркнул имея ввиду название мертвые города напророчили себе на голову чертовы графоманы и вместе с остатками яблока разочарованно бросил середину топки пламя немедленно охватило страницы я видел как чернеет и сгибается края листов как исчезают в огне созданные воображением миры больше никогда мне не узнать окончание истории про графа и бедолаги гостя добрался ли он до деревни и что его там ждало закончив дела прораб ушел в отсеке остались только я да старый звяк нога лопатой выгребающей залу из накопителя сев на корточке возле печи я задумчиво смотрел на пляшущие внутри огоньки почему-то не хотелось никуда уходить а хотелось сидеть именно так обохватив колени и ни о чем не думать откуда-то сверху упала книга я машинами поймал ее в полете раскрыл и удивился увидел до боли знакомый текст но откуда я еще до вечи заметил как она тебе понравилась двяк нога стоял опираясь на черенок лопаты поэтому когда прораб оставил ее на столе незаметно подменил оставив прежние лишь обложку почему ты не помогаешь ну ты же в прошлый раз меня тоже не сдал напомнил он случай происшедший полгода назад когда во время обыска в комнате зарядки хозяева обнаружили подстеновыми панелями древний гирийский лист пифанской поэзии и только я знал кто его туда положил если бы лицо робота могло выражать эмоции я бы поклялся что звезд нога сейчас улыбается приятного прочтения пожелал он и повернувшись к печи возвратился к прерванной работе погони не случилось уже через четверть часа мои сапоги вздымали пыль по окраине деревни селение приветствовало полной тишиной не лаяли псы не мучали коровы лишь тянул в небе жалостливую песню коростель если в прошлый раз такую картину можно было списать на действие зноя то теперь я знал это был страх деревня только казалась вымершей то здесь то там в окнах можно было заметить испуганные лица отступавшие внутрь стоило лишь сделать попытку приблизиться сколь я не стучал в запертые двери ничего не добился раму всех проемов украшали нарисованные мелом кресты неоднократно между избами мелькала знакомая голубая полоса озеро но почему так близко пройдя деревню насквозь я вышел на околицу и застыл как вкопанный впереди растилалась настоящая река покинув русло вода разлилась лентой отрезав деревню от остальной суши и фактически превратив ее в остров теперь стало понятно что никаких поездок в город у графа не было и быть не могло делать нечего пришлось возвращаться в деревню на ступенях самой крайней избы сидел старик починяя рыбацкую сеть в отличие от других он не спешил убегать или прятаться в доме при моем появлении один глаз старика прикрывало бельмо другой сохранил безмятежно голубой цвет данный от рождения голова была седа но на бороде остались светло-песочные волосы показывая ее истинный цвет натруженные морщинистые пальцы старика действовали быстро и четко выдавая большой опыт в ремесле встав так чтобы меня нельзя было не заметить я поздоровался и завел разговор оказалось это местный рыбак Степан Зайцев раньше еще при деде графа в этой местности текла полноводная река которую впоследствии решено было запрудить из соизволения его сиятельства как выразился старик его семья уже несколько поколений ловила рыбу оставляя ко двору а нынче один я остался замыслом божьим посетовал он супружница моя еще год назад значит наземного Николу приставилась а детками господь не наделил меня несмотря на незнатное происхождение рыбак упорно звал не иначе как барин а себя велел величать Степкою вообще старик был ужасно древним и представлялся едва ли не ровесником деревни эхе-хе давненько живу видать смерть уже и подобыла про меня беззуба улыбаясь отмахнулся он на мой вопрос о возрасте однако дальнейшие вопросы заставили рыбака посерьезнить что в умении творится неладное мы заметили давно стали пропадать люди и завелась какая-то странная болезнь вчера человек ложится спать здоровым а утром готов покойничек что за оказия и поняли мы что это значит упырь безобразит бурдалак по-вашему по-барски а приходит он со стороны имени батюшки нашего графа поэтому сегодня от вас все спрятались а вы а мне чего теперь одному бояться беззаботно сверкнул старик здоровым глазом к тому же плотину озера люди графа порушили чтобы никто не сбежал значит а как теперь рыбачить да и для кого ну надо же как-то бороться возмутился я есть тут священник был батюшка да только пропал аккурат после возвращения кузьмы из города какого возвращения не разобрал я так видите с этого все и началось барин махнул рукой рыбак и поведал прознал однажды батюшка граф что на ярмарку должна прибыть депортация с известным магом и факером то ли из Азии то ли из Европы то ли из самой Индии и вот он благодетель задумал значит по этому поводу послать в город кузьму черта этого рыжего чтоб ему пусто было тут Степан слюнул наземь между топыренным указательным пальцем и мизинцем с целью узнать не завернут ли сиятельные гости по пути в наши края уж и не ведаю что там у них получилось а только пропал кузьма тогда на трое суток а когда вернулся дальше можно было не продолжать дело прояснилось а что же это за твари такие вурдалаки как их победить чтоб совсем сокрушить я не знаю не слыхал покачал головой старик но говорили старинные люди значит будто упырь не выносит яркого солнечного света не то чтобы он его убивает ну вроде как лишает сил тут я с содроганием вспомнил нашу первую встречу с графом когда в глаза бросилась темнота зала для приемов также упыри умеют обращаться в летучих мышей и черных кошек и змей вселяться в собственные портреты продолжал загибать пальцы старик и что же тогда делать если их не одолеть бежать вам надо барин молва приписывает упырям невозможность пойти в чужой дом без приглашения и пересечь текущую воду так что если хотите переночуйте сегодня у меня завтра к обеду я перевезу на другую сторону а вы так и будете просто сидеть и ждать пока за вами придут да не что можно отказаться когда барин зовет чудной вы ей богу насмешливо посмотрел на меня старик здоровым глазом мы народ темный подневольный значит это вам свобода дана нет уж коли такова божья воля что пришел кон помирать тут уж ничего не попишешь я покачал головой такому фатализму однако припираться не стал еще чего доброго передумает наскоро поужинав и прочитав отче наш мы собрались спать вы барин ложитесь на кровати напутствовал старик а я уж тут на лавке по простецки мне привычней так и сделали среди ночи меня разбудил странный звук словно бы кто-то стучался в дверь Илюша Илюша послышался снаружи голос графа выйди хотя бы на полминутки надо поговорить молчи если хочешь жить сурово проговорил старик он мгновенно проснулся и стоял загораживая проход к двери было заполночь из окошка светила полная луна я увидел лицо графа заслонивший ее но это было оно и словно не оно в то же время серая покрытая шелковистой шерстью кожа какая бывает у летучих мышей уши превратились в перепонки а нос провалился и смотрел двумя темными впадинами граф улыбался красными губами из-под которых торчали кончики острых клыков мой дорогой Гиппократ что же ты не поможешь своему больному другу разве этому учат вас в ваших учебных заведениях лукаво произнес сон приглашающий подмигивая я смотрел на графа и не мог оторваться его зеленые с вертикальными зрачками глаза приковывали внимание заполонив все вокруг ноги против воли сделали шаг другой я понимал что пропал но ничего не мог с собой поделать нагляд графа загипнотизировал меня дело спас старик выхватив из-под лавки какую-то крынку он плеснул ее содержимое в направлении окна сопроводив в действии к крестным знамением а ну дьявол убирайся отсюда лицо графа исказило злоба он зашипел словно кошка и испарился святая вода не любят бояться проворчал после Степан в ответ на мой вопрос показывая устье крынки и пояснил происхождение отец и действия оставил не позднее перед тем как сгинуть я лег но еще долго мне меречь через зеленые глаза графа смотрящие из темноты утро выдалось пасмурным солнце долго не решалось подниматься из-за горизонта а когда полностью расфило небо заволокло тяжелыми и плотными словно куколь на голове висельника тучами не иначе как их проделки проворчал старик накидывая плащ пойду вперед подготовлю лодку а вы барин как соберете значит сразу следуйте за мной забрав сумку и шляпу я вышел за калитку и пошел к берегу сильный ветер колебал поверхность реки создавая волны преображенная роща шумела листьями вот и установленное место а на волнах покачивается привязанная лодка но где же сам старик шелест крыльев заполонил воздух я подбежал к лодке оттолкнул ее запрыгнул и обернулся готовый грести они стояли на берегу все четверо впереди был граф рядом управляющий Франц Йоганович поодаль среди деревьев угадывалось лицо рыжего кузьмы у ног графа лежало тело старого рыбака над которым склонилась женская фигура когда она выпрямилась я узнал графиню она провела тыльной стороной ладони по губам стирая кровь граф улыбнулся помахав рукой на прощание а я налег на весла вырываясь из гнезда вурдалака в мир где по-прежнему светило солнце и слышалось пение птиц на этом рассказ завершился я отложил книгу и задумался прочитанным о будущем героя пепел оставшийся от богатств мертвого мира дотлевал в стекле иллюминатора играло отражение огоньков из печи и казалось будто планета плывет удаляясь в окружении поминальных свечей старый звех нога раскнул в компьютере список утилизированных миров и крупными буквами внес в него еще одно название земля а напротив статус зачищена а а и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok